Увеличение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в Свердловской области и перевод большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы позволят отправить летом 2018 года отдыхать более 376 тысяч юных уральцев. Это почти на 22 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов на заседании правительства региона. Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 миллиардов рублей, почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более чем 1,4 миллиарда рублей это средства областного бюджета. Заместитель губернатора региона Павел Креков доложил о том, что благодаря этим мерам летом 2018 года в Свердловской области в загородных лагерях смогут отдохнуть и набраться сил не меньше 55 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также будет организован отдых для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в одном туристском лагере. Кроме того, более полутора тысяч юных жителей нашего региона отправятся в летние месяцы на Черноморское побережье на традиционном поезде здоровья. Алексей Орлов напомнил участникам заседания о том, что ответственность за безопасное и качественное проведение летней оздоровительной кампании лежит на каждом из членов правительства и руководителей муниципалитетов. По его словам, в центре внимания сегодня должны быть прежде всего вопросы противопожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарных требований и правил перевозки детей. Также необходимо ответственно подойти к организации досуга в летних лагерях, подбору персонала, к сохранению и развитию инфраструктуры для загородного отдыха и юных свердловчан. Еще одной темой, поднятой на заседании правительства, стала необходимость усиления мер пожарной безопасности в Свердловской области. Алексей Орлов напомнил, что приближается пора лесных пожаров. Главы муниципалитетов, по его словам, должны держать под особым контролем эти вопросы, оперативно реагировать на появление очагов возгорания и вести активную разъяснительную работу с жителями городов и сел Среднего Урала. Будем надеяться, что артемовские летние и детские оздоровительные лагеря отработают сезон без ЧП, пройдя все соответствующие проверки не на бумаге. Однако безопасность в целом может зависеть не только от сотрудников этих учреждений, но и от безответственных любителей пикников, которые не соблюдают меры противопожарной безопасности, граждан в больших дозах, употребляющих алкоголь и просто хулиганов. С учетом постоянной опасности совершения терактов и по печальному опыту трагедии на Сямозере, всем службам и ведомствам Мартемовского городского округа необходимо быть в полной готовности для оказания необходимой помощи, защиты и контроля за ходом летней оздоровительной кампании. Продолжение следует...